Эй, привет, с вами Каз Иллюзион и добро пожаловать в наш новый очень крутой видео урок. Ну, всем добрый день. Видео урок действительно крутой, потому что он полезен будет сегодня не только тем, кто изучает синему 4D, а абсолютно всем людям, которые пользуются торрентами. Я покажу от начала и до конца, как создать свою собственную раздачу и как сделать так, чтобы вы ее нормально проверили, чтобы было как можно меньше проблем. Ну, в целом, это очень популярный вопрос на форумах различных. Что делать? Вот хочу сделать свою раздачу, но не знаю как, не могу. Научите. И везде куча литературы. Ну, литература есть. Я в дополнение к этой литературе сделаю такой небольшой видео урок. Мы создадим полностью с нуля свою раздачу. Как вы видите здесь, это моя раздача на рутрекере. Рутрекер один из самых популярных сайтов трекеров в России, бывший торрент.ру. Большое спасибо им за то, что они существуют. Это фактически кладезь информации для всех людей, вообще для нас. И хорошо, что они есть. Ну, и мы всеми способами пытаемся его как-то развивать, вот, сдавать уроки там. Так вот, с чего мы начнем? Что мы будем раздавать? Ну, я взял, собрал все свои уроки с сайта, которых сейчас не так уж и много, на первые вот эти начинающие. И чисто для примера мы их выложим в раздачу. Итак, с чего же следует начать? Начинаем мы с того, что определяем, в каком разделе будет наша раздача. Вот масса разделов, подразделов. Я знаю, что у меня видео уроки по программе Cinema 4D, поэтому я хочу выложить это в видео урок. Самый лучший способ найти закладочку, допустим, которую ранее вы сделали, вот, выбираем компьютерные видео уроки, обучающие DVD, и я знаю, что это в 3D графике. Вот рубрика 3D графика. Выбираем ее, и здесь уже идут непосредственно темы раздачи. Вот. Поэтому, что мы делаем? Мы нажимаем на кнопочку «Новая тема» и создаем свою первую раздачу. Начинаем ее оформлять. Название. Я подготовил небольшой файл с названием и со всем. Название нашей раздачи будет «F3D мелочи Cinema 4D». Постер. Как загружается постер? Нажимаете «Загрузить картинку». Для вас запускается сервис хранения информации FastPick.ru. И убираем файл. И здесь ставим галочку «Убрать надпись». Далее я объясню, что эти означают. Нажимаем «Загрузить». И вот наша картиночка маленькая. Не обращайте внимания на ее размер. Потом я ее, естественно, поменяю. Сейчас начнем с такой. Раздачу в любой момент можно редактировать. Год выпуска. 2011. Производитель. F3D. Это мы. Сайт производителя. www.f3d3dn.ru Автор я, то есть Касса Ревизион. Или давайте лучше сделаем Александр Кузьменко по имени уже. Продолжительность. В данный момент я ее не уточняю. Тип раздаваемого материала. Мы выбираем видеоурок. Потому что у нас видеоуроки. Язык русский. И описание. Беру из нашего файляка описание. Копируем, вставляем. F3D представляет все видеоуроки со своего сайта по работе Cinema 4D. В двух параллельных рубриках автор рассказывает тонкости для начинающих. И делает обзор различных плагинов от А до Э. Это сэкономит массу вашего времени и чужого терпения при ответах на вопросы. Почему у меня нет того или этого. Ну, достаточно для начала. Содержание. Вот я сделал такое небольшое содержание. Содержание будет у нас в спойлере специальном. Неудобность в делове. Файлов примеров у нас их нету. Они не предусмотрены. Если у вас курс, который вы нашли, который предусмотрен файлов примеров, но их нет, тогда вы пишите просто отсутствую. Ну и если присутствует, то присутствует. У нас они не предусмотрены. Формат видео у меня другой. В этом списочке его нету. И я выбираю, пишу FLV. Я очень люблю этот формат, потому что он позволяет получить наибольшее качество при наименьших размерах. В сравнении с другими. Видео. Я немножко счетырю. Я возьму со своей прошлой раздачи. Так как я делаю все в одном проекте, выкидываю все видео уроки в одном проекте, то у меня и кодеки, при которых происходит экспорт, соответственно, одинаковые. Поэтому я имею полное право взять и с этой раздачи ставить сюда. Для тех, кто не знает, как определяются эти данные. Данные состоят из кодека, разрешения монитора, диапазона битрейта, кадров в секунду. Как это найти? Просто устанавливаете программу MediaInfo. И после установки программы на файле, который у вас появился, нажимаете MediaInfo. Это такой маленький сейчас гайд по тому, как определять тех данных для видео. Он, кстати, очень тоже популярный вопрос. И здесь, как вы видите, у нас сначала идет общее. И вот нас интересует вот эта вкладочка по видео и вот эта часть по аудио. Видео VP6. У меня, как видите, VP6. Нужно даже убрать F. Размер 1280 на 720, WhiteHeight. Вот оно указано. Диапазон, образно говоря, у каждого видео разный. Вот. Здесь у нас, где он идет? FrameRate. Вот. Бит с пиксель на Frame. А где же мой диапазон? Ага, вот битрейт 1048 в киловитт пер секунд. То есть, как видите, в этот диапазон оно попадает. Примерно вы указываете. Вот. И 25 кадров в секунду. Здесь это указано... У меня вот FrameRate 25 FPS. Frames per second. Кадров в секунду. Хорошо. С аудио указывается кодек MP3 формат, то есть, тоже битрейт, частота дискретизации и сколько каналов. Все здесь прекрасно определяется. MPEG Audio, ну, MP3 фактически, как вы определяете, Layer 3. То есть, MP3. MPEG Layer 3 он называется. Битрейт, вот, 128 киловитт пер секунд. Сэмплинг рейт, частота дискретизации, вот она, 44.1 килогерца. И, пожалуй, это и два канала. То есть, здесь указано Channels to Channels. Все. Мы узнали тех данные благодаря программе MediaInfo. Ее можно скачать, она в бесплатном распространении. Далее. Очень интересная часть процесса, скриншот. Я ее очень люблю. Давайте, как сделаем? Давайте запустим наугад каждое из видео и сделаем из него скриншот. Скриншот делает, и существует множество разных программ. Я пользуюсь программой Snagit, фирмы-производителя TechSmith. Вот такая программка. Если вы ее установите, то вам важно знать. Input установить. Эта программа, прежде всего, не для снятия видео, а для снятия картинок, скриншотов с вашего видео. Как мы это делаем? Выбираем наш видеофайл. Давайте начнем с изучаем плагинов. Я традиционно начинаю с названия. Вот у нас загрузилось аудио, видео. Мы остановили на определенном моменте. Вот так я вам покажу. Единственный минус, я сейчас уменьшил объем видео, и я изменяю скриншот. Этого делать не надо. Я просто запускаю видео, и сколько у него имеется кадр его. Я теперь выбираю наш Snagit, и нажимаю здесь опцию окно, Windows, и здесь нажимаю Capture. Вот, сделал скриншот. Как видите, все чисто, хорошо. Вот я вам сверну программу. Чтобы было понятно. Вот, как вы сейчас, да, что ты закладываешься, не закладываешься. Я не могу этого сделать, потому что, ну, короче, монитор, несмотря на то, что большое у меня, все равно проблема. Есть у нас скриншот. Вот здесь, наверху, у вас есть вкладочка Save As. Нажимаете Save As, выбираете папочку, я выберу, допустим, компьютер. Ну, и вот здесь сохраню. Просто единичку я нажимаю, формат выбираю JPEG, и сохраняю. Все, и у нас есть первый скриншот. Так же самое делаем на остальные видео. Я отключусь, сделаю быстрые скриншоты. И вот я за одну секунду сделал скриншоты. Я делаю обычно 5-6 скриншотов. На рутрекере этого достаточно, чтобы оценить качество вашей раздачи, вашего материала. Вот, и у нас имеется вот таких 5 скриншотиков. Вот сейчас нормально видно. Раз, два, три, четыре, пять. Как их загружать на FastPick? Принцип тот же, что и в начале на постере. Выходим просто на FastPick.ru. Выбираем, выберите файл. Выбираем наш скриншот. И ставим здесь написать размер изображений. Галочку. Жмем загрузить. И для нашей раздачи, видите, вот появилась такая маленькая превьюшечка. Важна не сама ссылка, а именно превью. То есть изображение увеличенное по клику. И вот эту URL-ку копируем в наши скриншоты. Вот я один скриншот загрузил. Опять я отключаюсь. Еще один скриншот я загружу дальше. Вот вы его видите. Вот. Загружаем опять. Вот он загружен. Опять копирую превью. И сейчас я отключусь, чтобы не тратить ваше время. Разместить это все при визах. И по очереди вот так, через Enter. Копируем, вставляем. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. И отключаюсь. Друзья, сейчас лимит моей записи подходит к концу. Поэтому и в этом видео мы просто прервемся. И продолжение урока смотрите в следующем видео.